всем привет в этом видео я хочу вас познакомить с самой невероятной находкой это английские кисти ручной работы rosemary and call это наверное самые крутые кисти которыми я пользовалась они очень качественные и сразу скажу что это не реклама это мой объективный отзыв и я хочу поделиться с вами этой бесценной информации и сказать что все-таки для масляной живописи существуют идеальные кисти я уверена что если вы приобретете хотя бы одну кисть вы останетесь довольны на все сто процентов это бренд довольно известен они проводят воркшопы по всему миру множество современных популярных художников пользуются именно этими кистями в общем это очень хороший продукт и он стоит вашего внимания но в конце видео я покажу как я рисую работу с этими кистями и так вот моя посылка в которой мне положили их журналы в трех экземплярах в которых они пишут полезную информацию советы по использованию кистей интервью успешных художников статьи о новинках о воркшопах наклейка это очень мило поскольку у меня их три я могу с вами поделиться себе оставить один а два отправить вам поэтому пишите в комментариях кому интересно на вас только пересылка здесь собственно коробка в которой находятся кисти здесь не положили их 4 каталога они очень крутые и собственно экземпляры упакованы в принципе хорошо все кисти целы и не помяты вообще бренд розмарий энко славится своим разнообразием у них более 17 видов борса и очень много разнообразных форм кистей их которых состоит из фото всех экземпляров в натуральном размере то есть если вы смотрите на фотографии кисти вы понимаете как она выглядит вживую вот к примеру если приложить кисть которая есть у меня на изображение вы видите что нет никаких погрешностей также написаны все цены на все кисти на все размеры в фунтах везде написаны описание из чего кисть сделана и для чего предназначена и в каких целях ее использовать также есть примеры работ написаны определенными кистями в конце каталога представлены сеты то есть наборы для акварели для масла акрила а также представлены аксессуары такие как мастихины чехлы средства для очистки кистей также есть отдельный разворот какие мазки дают разные кисти руководство как правильно очищать их чтобы они сильно не изнашивались а также разворот с ответами на самые часто задаваемые вопросы в общем очень качественный и продуманный каталог также могу с вами поделиться поскольку у меня их 4 один я оставляю себе а три могу отправить вам так что пишите в комментариях вдруг все-таки вам он понадобится особенно если вы захотите что-то заказать так будет удобней сейчас я вам расскажу о своих кистях которые держу в руках поскольку я рисую маслом то эти экземпляры рассчитаны для масляной живописи здесь у меня всего 14 кистей разных форм и видов 8 из них из серии ivory это синтетические кисти цвета слоновой кости волокна обработанные пескоструйной обработкой осколками стекла чтобы они были упругими и давили на поверхность на которой вы рисуете это что-то среднее между нейлоном и свиной щетиной я обычно пользовалась кистями colos synthetic milk и они чем-то схожи на эти кисти но колос обычно смазывала все мазки и протирал свои краски мазок ложится равномерно как-то естественно не затирая краску до просвета холста три кисти long flat то есть длинная плоская кисть квадратным концом номера 2 4 6 цены в каталоге распределены на два типа не делают одни и те же самые кисти но в двух вариантах с короткой ручкой и с длинной поэтому цены разные в зависимости от длины с которой вам удобно рисовать итак мои с длинной ручкой так что номер 2 4 50 4 номер 5 80 6 7 60 пунктов хорошо удерживает краску делает хороший мазок подходит для рисования больших плоскостей пейзажей портретов ими в принципе можно делать все две кисти филберт длинные плоские с закругленным концом номера 2 и 4 цены второй номер 4 75 4 5 89 пунктов также как и предыдущие относятся к основным разноплановым возможностям одна кисть дэггер кинжао острая скошенная кисть номер 3 дробь 8 по цене 7 пунктов хороша для тонких длинных и коротких линий а также дает возможность добраться до участков картины где вы не можете прорисовать плоской кистью к примеру две круглые кисти по цене нулевой номер стоит 3 фунта а единичка 340 хорошо держит форму годятся для прорисовывания деталей а также ими удобно подписывать работу две кисти серии evergreen short flat короткие плоские с квадратным концом номера 2 и 4 по цене они мне вышли второй номер 4 65 4 555 сделаны на сто процентов из синтетических волокон они немного мягче чем предыдущие и волоски тоньше благодаря им можно сделать мягкие мазки обозначить детали поскольку кончик кисти упруги эти кисти также многофункциональные две кисти серии eclipse long amber длинные плоские и с квадратным разреживающимся концом то есть волосы на конце кисти более редкие видно на просвет благодаря этому в работе она делает нереальные вещи ты заодно ложишь мазок и растушевываешь его равномерно по материалу это имитация мангуста но по низкой цене это более мягкая синтетика и это суперский вариант для написания картины в технике алла прима то есть за один подход номера 1-4 и 3-8 по цене 7.80 и 2-9.95 одна кисть из серии master's choice выбор мастеров серия 279 long flat длинная плоская с квадратным концом номер 4 по цене мне вышел 7.89 это смесь волоса барсука для имитации оригинального мангуста и одна кисть из серии goat hair mandy mom то есть кисть плоская но очень пушистая из козьего волоса номер 3-4 по цене 7 фунтов она мягкая но не чересчур как белка отличная кисть для растушевки плавных переходов и для создания фона мне очень хотелось показать эти кисти в работе поэтому именно для вас в этом видео я буду рисовать портрет лошади для этого я использовала все приобретенные кисти от rosemary and co масляные краски от закаха невская палитра мастер-класс и ладога разбавитель от винсер-newton ликвинь оригинал и канвас патт от фредерикса мастер-класс и ладога разбавитель мастер-класс и ладога разбавитель мастер-класс и ладога разбавитель Субтитры сделал DimaTorzok И вот вы видите, что получилось От этой работы я не хотела добиться чего-то нереального Я хотела создать простой, обыкновенный скетч Ну и естественно лошади, поскольку мне нравится их рисовать На самом деле с этими кистями намного проще рисовать Чем с прежними моими, которые сейчас стоят в банке в нереальном количестве Я считаю, что лучше уж иметь при себе несколько, но отличных, идеальных кистей Чем кучу кистей, которые будут стоять и пылиться в банках Я не могу ничего сказать отрицательного, потому что недостатков я не нашла И этому доказательство то, что этими кистями пользуются очень много популярных художников Я надеюсь, вы следите за ними в инстаграме и понимаете и видите, о чем я говорю Поэтому я вам могу только порекомендовать их Заказать их очень просто, как и любые другие художественные материалы Онлайн, сайт у них, кстати, довольно удобный Вы сразу зайдете и увидите множество и разнообразие этих кистей А также у них доставка по всему миру, что не затрудняет заказ Поэтому вам остается только заказывать и наслаждаться работой с ними Надеюсь, это видео было для вас полезным, информативным И вы узнали для себя что-то новое Ставьте лайки, пишите комментарии Также пишите в комментариях, кому нужны каталоги и журналы Я вам обязательно отправлю И до скорых встреч!